Добрый день! Наступила весна, наступила пора солнечных дней и, естественно, грязевых луж. Мы постоянно в наших стиральных машинах стираем джинсы, куртки. При этом нагрузка на стиральные машины, естественно, увеличивается. Так как увеличилась нагрузка на стиральные машины, естественно, они не всегда выдерживают эту нагрузку. Поэтому некоторые элементы приходят в негодность. Не обязательно сразу вызывать механика, можно некоторые неполадки устранить дома самостоятельно. Сейчас расскажем, как это сделать. Одна из самых частых неисправностей в стиральной машине – это выход из строя нагревательного элемента. Неисправность определить достаточно несложно. Для этого достаточно на большом цикле при нагреве более 60 градусов прислонить руку к стеклу. Если стекло остается по-прежнему холодным, то, соответственно, скорее всего, ваш нагревательный элемент вышел из строя. При этом для упрощения выбора данного элемента в нашем магазине, вам достаточно его просто снять и перенести с собой. Делается это абсолютно просто. То есть вы всего лишь буквально снимаете две клеммы и немного ослабляете гайку и тянете на себя. У нас в наличии есть достаточно большой выбор нагревателей. Большинство из них универсальные, подходят под разные модели. Можно, к примеру, рассмотреть вот этот ТЭН. Он подходит на большинство моделей. Он самый универсальный. Стоит всего 593 рубля. Также одна из частых неисправностей в стиральных машинах – это выход из строя сливной помпы. Понять это также просто в домашних условиях и устранить. То есть если вы видите, что ваша машина во время стирки перестала сливать воду, то, скорее всего, вышла из строя сливная помпа. Для покупки ее в нашем магазине вам достаточно просто ее снять, либо вооружиться моделью стиральной машины. Помпы также являются универсальными в большинстве случаев. Одна из часто встречающихся помп – это вот. Стоит она всего 687 рублей. Подходит на великое множество стиральных машин. То есть выбор у нас достаточно велик. С собой достаточно просто принести помпу, либо модель. В стиральных машинах также происходят другие неисправности. Это и выход из строя подшипников, и рвутся манжеты, и выход из строя амортизаторы. Вы их также можете приобрести в нашем магазине. Выбор у нас огромный. Для этого достаточно вооружиться либо своими запчастями, либо моделью вашей стиральной машины. Наступила весна, на улице становится теплее. Хочется больше времени проводить на улице и наслаждаться любимой музыкой. Но не хочется, чтобы мешали провода. В этом вам помогут беспроводные наушники. У нас их великое множество. Тем более, они очень удобны в использовании. Они могут складываться в удобную форму для ношения, чтобы носить с собой во время прогулки. Также в нем есть еще FM-радио, MP3-плеер, и можно воспользоваться картой SD. У нас огромное множество наушников. Но вот эта вот самая популярная модель, например, стоит всего 999 рублей. Зачастую, находясь на природе с друзьями, хочется послушать качественную музыку. Но громкости смартфона не хватает. Поэтому у нас есть вот такие вот беспроводные колоночки, которые издают качественную музыку. С ними можно находиться на природе, также заниматься спортом и проводить время веселой компанией, слушая громкую музыку. Чаще всего берут вот эту вот колоночку, она стоит всего лишь 890 рублей и очень удобна в использовании. Находясь долгое время на улице, смартфон, колонка и беспроводные наушники, конечно же, разряжаются. И поблизости розетки нет. Для этого вам поможет портативно-зарядное устройство. У нас огромный выбор этих устройств. Вот одно из них самое популярное, это на 10 000 мА стоимостью всего лишь 999 рублей. Его хватит, чтобы зарядить и колонки, и наушники, и смартфон. Еще даже останется. Итак, мы вам рассказали, как можно произвести замену нагревательного элемента, насоса, а также ремня в стиральной машине. Вы эти все процедуры можете произвести самостоятельно в домашних условиях. Также вы узнали, как можно свои прогулки в весеннее время сделать более длительными, увлекательными, при этом сохранить работоспособность вашего смартфона. В следующей программе мы обязательно выберем тему, которая будет вам также интересна, и расскажем о ней также увлекательно. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Красивая внешность часто расценивается как синоним успешной и счастливой жизни. Именно поэтому многие девушки и женщины с помощью косметики и других своих секретов часто вмешиваются в природные данные. Приносит ли это счастье? Поднимает ли это самооценку? В этих вопросах нам помогает разобраться астролог и психолог Ирина Орда. В современном мире сейчас можно свою внешность изменить до неузнаваемости. Опять здесь нужно просто понимать, для чего вы это делаете, как вы это делаете, и не забывать об гармоничности. Одни прям вот естественные, но косметику никто не отменял, потому что предназначение женщины быть красивой. Дезодорант нужен? Нужен. Эпиляция нужна? Нужна. Естественно, макияж нужен. Поэтому стопроцентная естественность не может быть. С другой стороны, когда идет перегиб, когда вот все нарощенное, принарощенное, без слез не взглянешь. Поэтому здесь нужно искать, конечно, баланс такой. И даже многие мужья против этого. Мужчина против, но все равно она отдает дань моде и делает это против его желания. Надо просто слушать друг друга, просто не забывать, что опять мы же живем в гармонии. Женщина для чего наряжается? Для того, чтобы тянуть к себе партнера, чтобы с кем-то подружиться. Но она забывает, что все равно они выбирают для себя жену и мать. Поэтому там такой баланс должен быть. То есть косметики и баланс естественности. В социуме такое бывает мнение, что есть самооценка завышенная и заниженная. Это гармония внутри и гармония снаружи. Предназначение женщины быть красивой. Но красивой не перегибая. Здесь есть закон, закон, который регулируется. В каком плане? Он тонкий, он как бы не писанный. Но это внутренний закон, закон Венеры. Не родись красивой, родись счастливой. Поэтому нужно свою красоту всегда направлять в нужное русло. Часто бывает, что самооценка завышенная, но эта завышенная самооценка переходит в наглость. Решительность и уверенность и завышенная самооценка — это вообще разные вещи. Потому что наглость — это как раз заниженный самооценок. И неправильное понимание и осознание себя. Здесь же ещё нужно посмотреть психологические факторы. Обычно за каждым поведением человека, за каждым его качеством обязательно стоят психологические защиты. То есть что такое, например, высокомерие? Высокомерие — это, например, человека в детстве унижали эмоционально. И физически, и эмоционально. Человек вырабатывает психологическую защиту. Как? Сильные люди, они вырабатывают высокомерие. Некоторые поэтому у них падает самооценка, они за себя не могут постоять, такие забитые жертвы. А некоторые вырабатывают такую психологическую защиту, как высокомерие. Если, естественно, это какой-то есть такой явный дефект, понимаете, конечно, чтобы это не мешало человеку жить, то почему бы и нет? Ну а если человек красивый, гармоничный, и переделываться в угоду моде, ну смысл? Здесь же вопрос внутреннего состояния. Как я себя вообще принимаю или не принимаю? Для чего я это вообще делаю? Вот наше лицо — это как натальная карта или гороскоп. Каждая часть лица, она показывает определённую планету. Например, глаза отвечают за Марс, уши отвечают за Юпитер, нос — это Солнце, губы — это Венера, полная красота лица — это Луна, и кожа — это Меркурий. И, к примеру, вот смотрите, даже, например, человек переделывает нос, он меняет Солнце, а Солнце отвечает за амбиции, отвечает за самооценку, отвечает за многие моменты. И иногда даже, когда мы внедряемся в пластику, внедряемся в какие-то моменты, мы даже можем изменить судьбу в не очень правильное русло. Как внедряясь в грубое тело, мы же внедряемся ещё в тонкое тело, мы должны забывать, что у нас есть аура, то есть тонкое тело. И поэтому, когда мы что-то режем, пилим, колем, то мы ещё нарушаем не только физическое тело, но мы ещё нарушаем энергетику человека. Нужно об этом обязательно помнить. Должно быть всё быть взвешено и гармонично. Женщина — это состояние всегда. Поэтому следим за внутренней красотой и внешней красотой. Ну и здесь самое главное — себе задайте вопрос, для чего вы это делаете, какое у вас внутреннее состояние. И, может быть, самое главное, с чего начать? Утром проснуться, посмотреть на солнышко, пожелать всем счастья, улыбнуться. И позитивный настрой может быть даже более эффективный, чем любая косметическая операция. Поэтому мы начинаем с внутренней красоты. Студия психологических решений Ирины Орда. Запись на курс «Астрология для начинающих». Начало занятий 20 апреля. Информация и запись по телефону 22 33 410. Или на сайте iorda.ru. Вот и пришла долгожданная весна. Перезимовали. Самое время сменить тяжелую зимнюю одежду на яркую и удобную куртку или элегантное пальто. Для создания весеннего образа лучше довериться профессионалам. Магазин «Охара» — настоящий гуру в области производства и продажи верхней одежды, работает на рынке России уже более 15 лет. В этом весеннем сезоне модницы будут довольны. На пике популярности всеми любимые пальто в разной интерпретации. Приталенные, подчеркивающие силуэт и прямые. Двусторонние куртки сочных цветов помогут быстро сменить стиль. Мужская коллекция поражает разнообразием ассортимента. Строгие куртки, молодежные легкие бомберы и спортивные модели. Подростковая коллекция, как всегда, удивляет своим удобством и практичностью. Магазин порадует широким размерным рядом от 34 до 62. Для удобства покупателей в магазине «Охара» можно быстро оформить беспроцентную рассрочку с помощью сервиса «Ревотехнологии». Магазины «Охара» расположены по адресам проспект Победы 163 напротив «Теплотеха», проспект Ленина 71 у Алого поля, ТРК «Космос», улица Чечерина, 28, 2 этаж, а также магазин «Сноу Имидж» в ТРК «Алмаз». «Охара» переодевайся в весну. Клещи. Все о них знают или, по крайней мере, догадываются, какую угрозу они несут. В весенне-летний период значительно повышаются риски пострадать от укуса опасного насекомого. Но, как говорят в народе, предупрежден – значит вооружен. Чем больше мы будем знать о мерах предосторожности и о порядке действий при столкновении с опасным кровопийцей, тем больше шансов сохранить здоровье и даже жизнь. Если все-таки человек укусил клещ, то самое лучшее – удалить его в травмпункте, чтобы удалил специалист-профессионал. Но если нет такой возможности, допустим, вы находитесь где-то за городом, ну или просто нет возможности обратиться в медицинское учреждение, клеща на себе носить не надо, надо его максимально быстро, когда вы обнаружили, извлечь. Потому что клещ в себе несет, может нести, как вирус клещевого энцефалита, так и баррелии. И чем дольше он сидит на человеке, тем больше вот этих частиц, инфицирующих, попадает в кровь человека. Поэтому клеща надо максимально быстро удалить. Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, отрезаем вверх шприца максимально ровно. Прикладываем шприц к месту, где присосалось насекомое. Тянем поршень вверх. Под давлением клещ легко вылезет целиком, вместе с веществами, которые впрыснули. Обязательно отвезите насекомое в лабораторию на анализ. Достать клеща можно также при помощи ручки лосо, пинцета, обычной нитки. Если головка клеща осталась под кожей, вытащите ее при помощи иголки. Для окончательного спокойствия через 10 дней после укуса сдайте анализ крови на баррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусам для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма. Клеща необходимо исследовать в первые трое суток после укуса. Желательно доставить в лабораторию и исследовать на наличие в этом клеще либо вируса клещевого энцефалита, либо различных видов баррелей. Так как у нас клещ переносчиком является не только клещевого энцефалита и баррелиоза, который больше, наверное, известен как лайм-баррелиоз, но также он является переносчиком анаплазмоза, эрлихиоза и клещевой возвратной лихорадки. Клеща необходимо исследовать для того, чтобы понять, какая профилактика нужна. Если клещ окажется поражен, допустим, вирусом клещевого энцефалита и человек непривитой, то необходимо поставить в первые четверо суток человеческий противоклещевой иммуноглобулин для того, чтобы не развелось в дальнейшем вот такое тяжелое заболевание, как клещевой энцефалит. Если клещ поражен баррелями любого вида, тогда необходимо применять антибиотики. Ну, это доксициклин, юнидокс. Ну, в общем, с этим результатом надо будет обязательно обратиться к врачу-инфекционисту. Они уже там в зависимости от возраста назначат правильную вот эту вот профилактическую терапию. Баррелиоз заболевания, оно, наверное, не такое опасное, как клещевой энцефалит, но оно тоже достаточно коварное, потому что оно маскируется, оно протекает не с такой вот ярко выраженной клиникой. Очень хорошо, когда возникает эритема, на месте укуса клеща возникает большое такое покраснение. И это эритема, это кольцо, может достигать 5 сантиметров в диаметре, 10 сантиметров, 20, чуть ли там до 40 сантиметров. Вот это вот большая вот такая вот эритема. Это как бы главный признак клещевого брелиоза. Но достаточно часто это заболевание протекает без эритемы. Вот человек просто чувствует недомогание, першение в горле, кашель, насморк. И иной раз даже не связывает что-то заболевание, именно связанное с укусом клеща. Поэтому, если вас, милый Бог, укусил клещ, то в течение месяца надо очень пристально следить за своим здоровьем. И при первых же каких-то симптомах, при недомогании надо обращаться к врачу и обязательно сказать, что у вас был вот укус клеща. Урал наряду с Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми областями Центра России входит в число самых опасных регионов. Так, в прошлом году за медицинской помощью обратились более 400 тысяч укушенных по всей России. Из них 2 тысячи оказались больны энцефалитом. На сегодняшний день официально обратились по Челябинской области более полутора тысяч человек именно с укусом клеща. Из них более 500 человек, вот из этих полутора тысяч, это были дети. В прошлом году за аналогичный период обратилось более 2 тысяч человек. То есть в прошлом году весна была более теплая, поэтому клещи были более активны. Все-таки они предпочитают теплую погоду, но не жаркую. И поэтому укусы были чаще. Но несмотря на это, в прошлом году за этот период было у нас 8 человек госпитализировано с подозрением на клещевую инфекцию. В текущем году у нас 9 человек госпитализированы, но также с подозрением, то есть пока окончательного диагноза нет. За прошлый год из всех исследованных клещей получается, что 4% из всех клещей поражены вирусом клещевого энцефалита, то есть около 4%. А баррелиями поражены 17% от всех клещей. Зимний период не проходит незаметно. Обилие вкусной еды на торжествах неизменно отражаются на фигуре девушки, в особенности на животе. Но весна не за горами, а значит, пора взять себя в руки и избавиться от лишних сантиметров на талии. Начнем с душа Шарко. Обе струи поддаются под достаточно большим давлением, что создает мощное воздействие. Это помогает бороться с целлюлитом и дряблостью кожи. Следующая процедура – грязевое обертывание. Проникая глубоко в клетки кожи, грязь благоприятно выводит из организма токсины и шлаки, а в сочетании с душем Виши оказывает тонизирующее и укрепляющее действие. Такой комплекс не только борется с целлюлитом, но и предотвращает его появление. Гидромассажная ванна – отличное средство для похудения. Только за счет выведения лишней жидкости из организма и улучшения лимфопотока можно сбросить несколько килограммов. Гидромассаж нормализует давление, способствует снятию нервного напряжения и улучшает общее состояние организма. А если у вас совсем мало времени, можно принять массажную ванночку для ног. С ее помощью можно избавиться от отеков, привести в порядок кожу, улучшить кровообращение и снять мышечные зажимы. Прессотерапия активирует отток жидкости и способствует устранению застойных явлений. Благодаря этому из организма удаляются токсины, стимулируются метаболические процессы. Эффект от вибромассажера приравнивают к обычному ручному массажу. Его механическое воздействие стимулирует прилив крови, улучшает обмен веществ и помогает избавиться от шлаков. Кедровая бочка несет безусловную пользу для здоровья человека, благотворно воздействуя на иммунную, лимфатическую, нервную и кровеносную системы. Пар позволяет полезным веществам проникнуть внутрь организма. Для тех, кто не любит русскую баню, но хочет получить ее полезный эффект, и придумали инфокрасную сауну. Процесс тот же, но проходит намного приятнее и легче, и прогревает абсолютно все участки тела. А после совершенных процедур непременно необходим восстанавливающий отдых, например, натурмании в Аммате. Тепло камней при его нагревании активизирует метаболические процессы, минерал повышает иммунные свойства организма и очищает тело от токсических веществ. Восстановить силы также поможет массаж ног. Это расслабляющая процедура, которая способна придать сил на остаток всего дня. А очки панкова, которые предназначены для тренировки зрения, снимут напряжение с ваших глаз. Восполнить витамин D, который так необходим нашему организму для бодрости, нам поможет солярий. А свет и тепло от ламп приятно напомнит о том, что лето не за горами. Банно-оздоровительный комплекс «Гармония» предлагает в качестве оздоровления и профилактики курс «Стройная фигура». При покупке сертификата от 1500 рублей скидка на процедуры до 30%. Подробности на сайте гармония74.ру Переход на зимнюю форму одежды, как известно, актуален не только для людей, но и для автомобилей. И у всех он происходит по-разному. И если в случае с гардеробом каждый ориентируется по ощущениям, то в случае с колесами лучше всего обратиться к специалисту. Смена в осенний период происходит при дневных температурах ниже 10 градусов, независимо от того, есть ли снежный покров или его нет. То есть у летней шины диапазон от плюс 7 до плюс 10 градусов, в зависимости от производителя. То есть эксплуатируя летние шины в этот температурный диапазон, она начинает просто растрескиваться боковина, плохо себя вести, ну, разрушается. А, соответственно, зимняя шина мы можем уже ставить при такой температуре, то есть от 10 до, ну, и ниже. У нас, соответственно, по полгода. Полгода зима, полгода лето. То есть в нашем регионе не то, что желательно, а настоятельно иметь два комплекта колес. То есть это зимние шины и летние. Существуют, конечно, специальные шины, которые можно использовать круглый год, но у них тоже есть температурный диапазон, ну, допустим, там до минус 10 градусов, но, скорее всего, не ниже. То есть то, что ниже, требует уже, соответственно, специальный состав смеси шин. И, получается, кто-то предпочитает с большим опытом вождения, это нешипованные шины. То есть, допустим, я люблю нешипованные шины. То есть они предсказуемые. Да, где-то, конечно, они уступают на открытом льду, но если в основном человек передвигается в городе, где регулярно чистят дороги, это асфальтовое покрытие, редко, когда бывает, что очень много большого снежного затора, то шина ведет себя оптимально. То есть при аккуратном вождении, то есть современные шины позволяют как бы остановить автомобиль фрикционный, это нешипованный, даже раньше, с минимальным, чем какие-то более недорогие, но шипованные шины. Они даже дольше останавливаются, чем фрикционные известных именитых брендов. С появлением первого льда на дорогах шиномонтажки обычно загружены под завязку. Но выбирать стоят не те, где подешевле, а компании, в которых гарантируют качество. Оборудование, в принципе, может быть и не обязательно новое, но оно должно быть в хорошем состоянии. То есть регулярно проверяется калибровка, то есть меняются насадки на монтажном оборудовании, это на лапках, чтобы не царапать диски специальные, следить за сменой. Ну и проверять эталонным колесом, соответственно, балансировочный стенд. У зимней резины после первого сезона снашиваются шипы. И чтобы сохранить их качество на высоком уровне, существует такая услуга, как ошиповка. В любом случае потеря шипов она будет. То есть все зависит, конечно, от стиля езды, от манеры, от условий эксплуатации. Привозят, конечно, люди, шипованные, потерянными шипами, дорогие шины, которые дешевле дошиповать, чем купить новые. То есть это сейчас повсеместно в городе набирает обороты. Мы этим занимаемся. Да, то есть подготавливаются, чистятся, удаляются камни, какие-то попадания, осколки шипов предыдущих, основания шипа. То есть после установки ремонтных шипов в шину, ее нужно в любом случае прикатать, то есть проехать на них хотя бы километров 100-200. Не всегда у автолюбителей есть возможность отдельного хранения шин. И для этого они используют балкон или кладовку. Но даже в этом случае стоит знать, как правильно хранить их, чтобы шины прослужили еще несколько сезонов. То есть когда колеса в сборе на дисках, они хранятся горизонтально, друг на дружке. А когда колеса без дисков, они хранятся вертикально. Все. И от закрытой под попадание солнечного света. Предварительно желательно после моек, то есть мы, допустим, колеса наших клиентов у нас проходит через автоматическую мойку, как бы такая стиральная машина для колес. И их предварительно желательно просушить, чтобы они немножечко обсохли, и можно их поставить и дома, если это позволяет. Главное закрыть от солнечных лучей. Ну и сырости, чтобы не было, кстати. Если первый гололед застал вас расплох, не спешите выезжать непереобутыми. Лучше денек обойтись без машины, зато быть уверенным в безопасности себя и своих пассажиров. Многие люди увлечены облагораживанием своего сада или дачного участка. Но ландшафтный дизайн для начинающих осваивают лишь единицы. А остальные, путем проб и ошибок, стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях. Однако тем, кто выбрал это увлечение своей профессией, ошибаться нельзя. Именно для этого и созданы школы ландшафтного дизайна. Занимаясь просто теоретическими какими-то основами ландшафтного дизайна, где-то в учебном классе или на курсах, этого недостаточно. Потому что ландшафтный дизайн – это прежде всего практическая работа. А практическая работа, она должна быть на участке. На частных участках это сложно попасть и провести какие-то эксперименты. То есть вряд ли какой-то хозяин согласится в такой экспериментальной площадке. Поэтому вот со временем такую площадку решено было заложить здесь. Студенты приходят сюда после третьего курса. Для них это производственная практика. Они начинают по срокам с начала мая до середины октября. Практически весь сезон захватывают все самое важное, ценное и нужное. То есть практически весь вибрационный период. И в общем-то успевают посмотреть, как начинает рост растений, как они пробуждаются после зимней спячки и как они уходят в зиму. Обязательной составляющей любого студента является подготовка дипломного проекта. Здесь с этой задачей сложностей не возникает. Студенты на годовом обучении, которые обучаются в школе, их дипломная работа является создание сада, миниатюрного сада. То есть в зимний период мы его проектируем, прорабатываем, составляем смету, проговариваем все детали, нюансы, технологии производства тех или иных видов работ. А в летний период задача сделать сад, реализовать его. То есть это, так скажем, такая тренировочная площадка, база, где может человек все теоретические свои знания показать уже по существу. Такие моменты, которые описаны в учебнике, их надо все-таки попробовать сделать своими руками, чтобы уже знать, как это происходит, сколько времени тратится на это. Тем более годовой, профессиональный курс, не двухмесячный или трехмесячный, поверхностный только для своего сада. Научиться решать сложные задачи по уходу, по проектированию. Здесь действительно я нахожу этот объект. Особенностью данного проекта является то, что он рассчитан не только на студентов. Каждый желающий, кто хочет облагородить свой садовый участок, может прийти сюда и получить все нужные базовые знания. Сад рассчитан, безусловно, не только на специалистов, не только на студентов, не только для будущих профессионалов, но и для широкого круга любителей, тех, кто тянется к культуре, ландшафтного дизайна, как к искусству и действительно хочет облагородить свой участок, свою территорию, сделать красивый сад. Для этого мы проводим специальные курсы, обязательно с практической составляющей, и проводим регулярно мастер-классы. Создавать необыкновенный и красивый дизайн под силу не только профессионалам, но и каждому, кто увлечен этим делом. Ведь окончательный продукт данной деятельности – это личное мироощущение и восприятие прекрасного в самой природе. В данном деле знания необходимы для того, чтобы грамотно выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важен не мгновенный результат, а длительный процесс развития и кульминации. По проекту роз предполагается здесь более 100 видов, 7 групп. На данный момент здесь высажено чуть больше 60 роз, тоже нескольких групп. Крайний ряд – это плетистые розы. Сейчас у них временные опоры. Основные опоры изготавливаются. Я надеюсь, что в конце сезона они уже будут установлены. Рядышком вы видите почвопокровные розы. Здесь представлены розы чайно-гибридные, спрей, флорибунда, английские розы. То есть все те виды роз, которые продаются в садовом центре, которые существуют на рынке Челябинска. И те розы, которые необходимо изучать, их особенности, особенности обрезки, особенности ухода. И как раз-таки эта площадка, этот сад, он создан именно для практических вот таких целей работы с розами. Это центральный вход в Белый сад. Он огорожен живой изгородью из караганы древовидной. Идея Белого сада заключена в том, что растения, которые будут высажены здесь, которые уже растут и высажены были до того, как они будут в белых оттенках. То есть это белый, зеленый цвет, безусловно, цвет растения, цвет зелени. И, конечно, будут вкрапления других цветов, но в очень незначительном количестве. То есть преобладающий цвет существующих здесь растений будет белый. Центральной основой и таким композиционным фокусом этого сада является водоем. Водоем с кувшинками, водоем в двух уровнях. Выполнить красивый дизайн у себя на участке под силу каждому желающему. Получить необходимые знания для этого возможно, пройдя курс обучения. А для студентов эта школа является настоящим открытием. Ведь где еще они могут применить теорию на практике методом проб и ошибок? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok